Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с трех до пяти вечера. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, еще раз. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Вторая часть. Говорим всего в этом части о наших американских реалиях. Много чего тут переплетается. Избирательная кампания и пандемия, и ураган, и протесты. И все это вместе. Надо попытаться каким-то образом, чтобы мы к завтрашнему разговору с Аликом Рукрасным были готовы тоже. И были как бы на одной всей странице up-to-date. Вот примерно такой план на первую часть этого часа. А в конце, в завершении программы хотелось бы поговорить немного о том, какой ситуации себя находит сегодня новый премьер-министр Японии. Завтра он должен принять присягу. И главная проблема, с которой он сталкивается, она акт балансирования, который будет невероятно сложным. Об этом я вам буду рассказывать. Я думаю, что вот такой план. Напоминаю, что вы можете мне писать с вашими вопросами и комментариями. 347-460-0877. Такое впечатление, что мы находимся в какой-то ненастоящей реальности. Какой-то сюр происходит вокруг нас. И я пока не вижу никакой логики, по крайней мере, в том, как муниципальные органы, которые, в принципе, должны, в тех городах, в которых происходит протестное движение, которые должны, в принципе, реагировать. Вы знаете здесь мою позицию. Государство должно вступать в то, должно быть обладателем монополии на насилии, когда насилие происходит со стороны протестного движения. Что, в принципе, не очень часто, но достаточно уже часто, чтобы об этом сегодня говорить, например. Когда происходят подобные вещи, как проявление насилия, в принципе, в легитимном протестном движении, которое из-за того, в нашей либеральной демократии, мы все имеем право высказывать свое мнение. И даже для этого можно собираться в условиях пандемии на улице для публичных демонстраций. И, кстати, что удивительно, в тех местах, где подобные ралли протестные проходят, вспышек коронавируса не замечено. Отсюда, опять же, вывод. Мы чуть дальше будем говорить о короне в нашей стране сейчас, в каком состоянии находится. И там, на самом деле, есть определенный повод для осторожного оптимизма. Кстати, забегая вперед, хочу сказать. При этом мы видим здесь из того факта, что особо сильных вспышек в тех местах, где активно протесты шли, не наблюдалось, что, наверное, то, что муниципалитеты разрешали протесты, Black Lives Matter и Blue Lives Matter, разные протесты были разрешены, то, наверное, из этого можно сделать вывод, что это правда, что эпидемиологи говорят, что вирус, на самом деле, распространяется в замкнутых, закрытых пространствах при долгосременном контакте людей друг с другом, когда они громко разговаривают, когда перекрикивают, например, музыку, когда слюна летит. В общем, долгосрочный контакт требуется. Зараза невероятно приставучая, но чтобы она прилепилась к человеку, требуется достаточно долго быть то, что по-моему, называется exposed, наверное, да? А при наоткрытых пространствах, где открытый воздух, даже если социальная дистанция не так сильно соблюдается, а на любых протестах сложно себе представить какое-либо соблюдение социальной дистанции, мы видим, что вспышек прям таких прям активных в тех местах, где эти протесты были, не было. И, может быть, этот вывод можно сделать, но, опять же, мы не эпидемиологи, да, и мы должны делать то, что нам советуют врачи. Врачи нам сегодня советуют продолжать мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, и в тех местах, где нельзя соблюдать такую дистанцию, надевать маску, Потому как это защита не для вас, а от вас Потому что черт его знает, человек может заразиться И этого не знать, как минимум две недели Спокойно совершенно, или вообще никогда не узнать об этом Просто быть переносчиком и заразить И убить таким образом много людей Потому как вирус смертельный Часто для некоторых, вот, не для всех, но для некоторых И эти некоторые тоже имеют право на жизнь Вот, это, в принципе, простые вещи Теперь относиться к самих протестов Все ресорчи, репорты, которыми я познакомился За последнее время мне приходилось это делать По разным причинам Интересно было тоже Они ужасно многостраничные, очень нудные Но там интересные вещи говорятся Что, в принципе, почти все аналитики Которых я прочитал за эти месяцы Того, что происходило у нас Мы сейчас рассматриваем, начиная с гибели господина Флойда С мая, вот, по сентябрь Вот эти четыре месяца, которые мы видели Активизацию протестного движения Все аналитики выказывают удивление Что так долго При наличии того, что протесты Относительно полицейских Как это называется, относительно полицейской жестокости Они проходили ведь достаточно часто Потому как это не редкое явление Когда одна группа населения воспринимает Действия полиции Воспринимает их как чрезмерные Неоправданные Жестокие И выступают с протестом по отношению к этому И вы все понимаете, о чем я говорю И это часто происходило Много было кейсов подобных Часто с удушением как раз Последний До Флойда очень громким делом было Это Стейпен-Айландовское дело Когда огромного мужчину Они пытались арестовать Он отказывался за нелегальную продажу Сигарит, если не ошибаюсь Я забыл, как его зовут Они его повалили тоже Он тоже, они душили его Привали удушающий прием В итоге он умер И тоже были протесты Вот, но тогда они не были такими массовыми Какими массовыми протестами было После гибели господина Флойда То есть у аналитиков Возвращаясь к теме У них удивление вызывает Не сам факт этих протестов А что эти протесты Так долго не становились насильственными Что по идее Несколько факторов То есть само по себе Факт того, что человек погиб И из-за этого протеста Уже теоретически возможно Уже как бы протестующие Должны быть по идее склоняться К тому, чтобы проявлять насилие Во время протестов таких Это первый момент Второй момент Очень большое количество оружия На руках у населения И третий момент Очень важный За последние 10 лет Невероятное усиление И расширение Экстремистских сетей То есть Нетворкс, да То есть экстремистские организации Под ними Там Антифа Куклус Клан С одной стороны Антифа с другой стороны Вы с вами знаете Все эти имена Я не хочу их перечислять Но их охват Расширился Этих организаций И призывы К насильственным протестам Они происходят И для этого используются И социальные сети Для этого используются Всякие разные Сервисы чатов Мессенджеров То есть Как бы Люди Которые планируют Собраться на подобные протесты Они пользуются Современными достижениями Интернета Невероятным распространением Всяческих технологий Таких как Естественно Айфоновской технологии То есть Удобно Стало коммуницировать Друг с другом И часто Даже избегать При этом Всевидящего ока Агентства Абсолютной безопасности Да А мы знаем Что по идее Эти ребята Должны бы отслеживать Подобные контакты И намного более На мой взгляд Агрессивно действовать Для того Чтобы любые Насильственные формы Протестов Предотвращать Иначе Какого хрена Прости господи Мы содержим За своими налогами Такую огромную Количество силовиков В этой стране Их ведь немало Вот И опять же Есть еще некоторые Юридические аспекты Того Насколько Насколько Федеральные Агентуры Может Вмешиваться В локальные Вопросы Штатов и городов Это тоже Очень сложная Такая темная Юридическая зона И когда Трамп Вводил федеральных агентов Там Сиэтл Это и в Портланд Это тоже Вызывало Определенные Вопросы С юридической стороны Так как он задел Против желания Губернаторов штатов И мэров городов И они пытались Суде оспорить Его решения Вот Но тем не менее Он это делал И это тоже вопрос Насколько Это легитимная вещь Хотя Опять же Когда Безопасность Нарушена Простых граждан И при этом Городские управы И губернаторские офисы Не делают ничего В штатах То в этой ситуации То есть Грубо говоря Что они говорят полиции Да Тут интересный момент Они говорят полиции Не вмешиваться в протест Когда до того момента Пока совсем уже Не станет катастрофа То есть Пока совсем уже Не начнется беспредел Это все равно Что грубо говоря Как аналитики некоторые Отмечают Это сказать Что когда банк грабится Да Даже если вы выехали На место преступления Не начинать стрелять И Короче Не вмешиваться Не пресекать ограбление Пока оно не совершено То есть Это уже такая Это реактивная реакция Даже Она Понятно что Она не проактивная Но реагировать Тоже можно в разные моменты В разные этапы Того что это происходит А не в самом конце Этого процесса Уже когда в принципе Жертва уже пострадала Грубо говоря Вот В данном случае Жертвой является Тут американская нация Да Наша вся Которая не хочет Принимать участие В активных В насильственных Просто протестах И в насильственных Протестах тем более Ну вот Такой феномен Да То есть Если за последние Четыре месяца В стране Внимание Сейчас будет Несколько цифр Если за последние Четыре месяца С половиной Где-то Да В стране прошло Ну почти пять В стране прошло Шестнадцать тысяч процентов Ну протестов Простите Шестнадцать тысяч Протестов Можете представить В стране Из них только Девяносто пять Процентов Были мирными Но 5% примерно, сколько это получается, 500-700, они были немирными, применялось насилие, были погромы, да, была стрельба, у нас есть с двух сторон уже жертвы, был Кайл Риттенхаус и был Майкл Рейнхорн, да, по-моему, как, да, Рейнхорн, да, Майкл, который стрелял в правых, и есть у нас Кайл Риттенхаус, который стрелял в Black Lives Matter. У нас также есть человек, который из Кухлос-клана, который въехал на машине в толпу протестующих, опять же, Black Lives Matter, и это все не может не внушать серьезнейших опасений, учитывая, что у нас избирательная кампания, сезон идет, да, и мы знаем, что через 49 дней, 49 дней осталось до выборов, вот сегодня, и это не может не внушать опасений нормальному человеку, правильно? То есть, в любом случае, кто бы не победил, есть группа, которая будет этим недовольна, и мы видим сегодня, учитывая предыдущие выборы 2016 года, из опыта, да, и видя, как эти свингстейс, каким количеством, небольшим перевесом тот президент Трамп побеждал в этих штатах, мы можем себе представить, что очень серьезное противостояние возникнет в этих штатах опять. И вот кейсом, да, в рассмотрении является ситуация в Киноше, да, где вот этот, где Кайл Риттенхаус стрелял, застрелил двух протестующих, там, в Вискансине, в принципе, там ситуация очень непростая. С одной стороны, в городах поддержка демократов очень сильная, сельская же местность, rural area, да, она поддерживает, она Trump base, очень активно Trump base, да, поддерживает республиканцев, президента Трампа. Соответственно, можно себе представить, что в том же самом Вискансине может произойти, если побеждает Трамп и если побеждает Байден. И учитывая, что население вооружено, опять же, прогнозы достаточно непростые здесь, их непросто делать, но угроза определенная, дестабилизация существует. И наши силовые органы, да, и президент, в принципе, само собой, и губернаторы штатов, и мэры городов должны эту ситуацию предвидеть и должны, по идее, действовать проактивно. Да, под проактивным действием, тут это сложно расшифровать, но они должны, в случае, если подобные протесты будут назревать и должны, и будут пытаться их провести люди, они должны пресекаться до того, как люди выждут на улицы. Значит, для этого требуется определенная активность, в том числе и разведочная активность, да, surveillance, определенное наблюдение за теми группами, которые нуждаются в таком наблюдении. И я очень сомневаюсь, что в бюджетах штатов, в принципе, и учитывая движение «де фан де полис», да, и в бюджетах городов, особенно, которые управляются сегодня демократами, которые поддержали многие из них, крик этот «де фан де полис», да, сегодня вообще все это очень апроприит, правильно, ну, как сегодня блютюзды, естественно. И мы должны говорить об этом, потому как у нашей нью-йоркской полиции забрали миллиард в годовом исчислении денег, что мне не совсем вообще в принципе понятно, и логика моя никак не готова объяснить, как мог мэр города на подобную меру пойти, если он трезвый, умный, взрослый человек, да, и мне как-то сложно смотреть на мэра города и думать, что он не взрослый, не умный и не трезвый человек, правильно? То есть то, что, в принципе, он на этот шаг согласился, показывает его абсолютную профессиональную непригодность занимать ту позицию, которую он занимает, но это я уже во много раз говорил, и я думаю, что сегодня в моей аудитории это не нуждается в повторении, я уверен на 99%, что те, кто слушает меня, в основном согласны с этим, да, именно хотя бы только из одного этого факта, я сейчас не беру, что мэр нашего города, как он взлил бизнес в последнее время и последние годы, когда он у власти находился, я сейчас, и как он взлил тех, кто владеет собственностью в этом году, в городе, я сейчас не об этом говорю даже, да, как он взлил курильщиков, поднимая периодические цены, в этом виноватный только не Блазио, в этом был замечен и Блумберг тоже, и Джулиани, это понятная всем история, как не может пачкать сигарет стоить 14 долларов, понимаете, это сумасшествие. Но опять же, это сейчас не суть претензий, суть претензий как бы в том, что он олицетворяет собой государство, он власть, правильно, и как представитель власти, он должен свои штыки, уж по крайней мере свои штыки, в данном случае полицию этого города, NYPD, он должен о них заботиться, и он должен понимать, что в принципе любой крайней ситуации это его последняя палочка-выручалочка, потому как кто будет в итоге наблюдать за спокойствием и порядком в этом городе, если не NYPD. Да, и в итоге все мы, когда нам, да, жареный петух клюет в голову, мы все бежим в NYPD, мы все просим помощи у полиции, спустило ли колесо у вашей жены, она обратится к полицейскому, спросить, куда, как проехать, мы спросим у полицейского, когда что-то происходит, люди звонят 911, да, для того, чтобы полиция приехала, разобралась и помогла. Но полиция в этом городе помогает. Понятно, что дел происходят разные вещи, и всегда в семье не без урода бывают разные люди, и полиция это срез нации, естественно, и есть разные полицейские, потому как в нашей нации есть разные люди, есть хорошие люди, есть плохие люди. Да, независимо от цвета кожи, независимо от их национальности, есть разные люди, и поэтому нельзя всех под одну гребенку сказать, вот они такие, или вот они нехорошие, вот они, все они жестоки, все они несправедливые. Это не так. Наша задача научиться отказываться от стереотипа. Но как мэр города может свои собственные штыки, свой собственный кулак разжимать и забирать деньги у своего, это непонятно, особенно учитывая приближающиеся выборы и потенциально зреющую неприятную ситуацию не только в нашем городе, а в разных других. Потому что, если победит Трамп, я могу себе представить, что может произойти на улицах. И то же самое, если победит Байден, я могу себе представить, что будет происходить в республиканских, в местах, где основа, как бы, это Трамп-бейс. Это тоже все вопросы, и нужно делать. Для того, чтобы подобные вещи делать, неплохо было бы, ну, какую-то surveillance, какое-то наблюдение, возвращаясь к этой теме, вести. И для этого нужны федералы, потому как, насколько я понимаю, только у федералов есть определенные возможности, технологические и финансовые, для того, чтобы сейчас проактивно, хотя уже, скорее всего, поздновато немного, правда, за 49 дней это начинать, но нужно активно сейчас службам безопасности федеральным этим заниматься, нужно предотвратить любую попытку беспорядков после выборов. Это должно сейчас делаться. Очень бы хотелось услышать и увидеть, как реально ли это происходит или нет. Вопросы необходимые, кому надо, я, конечно, буду задавать. Вот примерно то, что касается ситуации в стране сегодня, и как мне она представляется, как она выглядит для меня. И пока я, к сожалению, не вижу какой-то такой, прям такой активности. И более того, тоже очень прискорбно, я не слышу примирительных заявлений ни от одного, ни даже не от другого кандидата, да, которые могут нацию объединить, что тоже немаловажно. Да, очень важно, какой месседж идет от власть придержащих сегодня, и от президента, и от его соперника, от демократической партии. Они должны своих ралли и на своих мероприятиях нацию объединять, а это пока не происходит, в моем понимании, как я это вижу. Опять же, борьба будет жесткой и упорной до самого конца. Мы еще не видели дебатов, надеюсь, мы их увидим. Будет все это понятно. Главное, главное, чтобы люди сохранили спокойствие и цените, да, нормальное состояние разума. И не перешагнули это нормальное состояние в сторону беспредела, не свалились в эту бездну, чтобы мы свою страну как бы не начали терять. Потому что страна-то великая, а внутренние распри, они могут эту страну, ну, не поставить на колени, но очень сильно ослабить, давайте скажем так. Теперь относительно пандемических всяческих вопросов у нас тут, я планировал меньше, правда, времени уделить этому моменту противопротестного движения и разделению наций, но не получилось. В эмоции ушел, поэтому прошу меня за это простить. Теперь относительно того, что у нас тут происходит в стране, значит, за последний день, вот за вчера, у нас 35 тысяч кейсов, это намного меньше, чем 44, допустим, ранее. Вот, то есть есть снижение, что очень хорошо, но есть проблема, ураган с Элли подходит к Луизиане, он вроде говорит, что он ослабел, да, но он долбанет или уже долбанул по побережью Мексиканского залива. И в некоторых местах это, как говорят губернаторы штатов, которые могут пострадать и уже страдают. Это может затруднить определенные моменты транспортировки больных, функционированные госпитали и так далее, и так далее. Значит, большие части ожидаются от этого урагана в проблемах в Миссисипи, в Алабаме, во Флориде, естественно, там, где Санкт-Петербург, как я понимаю, с той стороны, где Мексиканский залив. Сильный ветер, ветер ожидается, ожидается, естественно, сольжес, да, то есть сильная штурмовая волна, вот, и затопление, конечно же, ожидается тоже. Значит, простите, тут чуть-чуть, ну да, ну 35 тысяч примерно. Точные данные, что США сегодня сообщило, за понедельник будет 30 926 новых кейсов, а в пятницу было 47 тысяч, то есть мы видим, снижение пошло, вроде бы, это по данным Джон Хопкинс. Наш death toll, да, то есть количество погибших в нашей стране от COVID-19, в который до сих пор многие не верят, что удивительно, правда? Ну, это же религия, правда, верить или не верить? Это не то, что это факты научные, факты данные смертей и статистика, нет. Это вопрос веры для многих людей до сих пор. Так вот, для всех неверующих, 195 тысяч трупов. Теннесси сообщила за, по штатам, да, Теннесси 2350 новых кейсов за понедельник, тестинг при этом, да, количество тестирования почему-то начало снижаться в нашей стране, что тоже мне не совсем понятно. В госпиталях люди тоже заражаются иногда, но за все время в стране 120 пациентов заразилось коронавирусом в госпиталях, то есть это не очень высокая цифра. Да, в Нью-Йорке у нас, главный вопрос в нашем штате сейчас, это 21-е, это уже не за горами, в принципе, да, на следующей неделе, я так понимаю, что это вторник, да, 21-е, понедельник. В понедельник должны открыться школы, и многие учителя до сих пор считают, что не своевременно это, потому как не готовы еще школы, паблик-скурс, к тому, чтобы открыться правильно, да, для того, чтобы нормы безопасности и для детей, и для учителей были соблюдены. И я понимаю, что, опять же, тут есть определенные бюджетные соображения, но, в принципе, конечно, школу надо открывать, потому как дети должны идти в школу не онлайн, а должны идти посещать их. Это важный тоже момент, образование должно проходить в коммуникации с другими детьми, вот, и в личном контакте с учителями, а это, конечно, вопрос безопасности тоже сегодня. Будем надеяться, что школы все-таки 21-го числа откроются, и все, что будет возможно сделать для максимальной изоляции учеников друг от друга, необходимые, да, они будут проведены. Но есть вопросы, насколько это возможно сделать, особенно на перемене, когда все дети вместе начинают там как-то тусовать. Это, я не совсем себе представляю, о какой изоляции и о каких масках тогда, если мы говорим о детях 8-9-10 лет, да, о каких масках, о какой изоляции можно говорить. А если мы говорим о детях 6-7 лет, мне тоже все это очень сложно, это сложно, короче, сложная тема, сложный момент. Вот, а, ну, в принципе, в принципе, это то, что касается по нашей стране, по короне. Во всем мире же ситуация, на самом деле, не очень простая, в Индии все нехорошо, за день 90 тысяч почти кейсов, и умерло за сутки 1054 человека, и всего в Индии уже умерло более 8-81 тысяча. В Филиппинах большое количество увеличения, в Испании, друзья, за день 27 тысяч новых кейсов, и это увеличение на тысячу, чем в день, чем в предыдущие выходные. То есть, как бы, в тех местах, где это был первый весенний локдаун, оно, в принципе, до такой же, опять, как бы, все возвращается обратно. И похоже, что и Франция, и Испания, и Германия могут начинать потихонечку обсуждать ситуацию введения опять определенных зон закрытия карантина, как я вам раньше и говорил. Что очень неохотно будут теперь правительства это делать, даже если они будут понимать, что это делать нужно. Пока из всех развитых стран тотальный карантин вводят, ну, почти тотальный, вы в первом части слышали от Рейтмана, что это не совсем такой тотальный карантин, но такой серьезный локдаун, почти все бизнесы будут закрыты, кроме тех, которые важны для выживания. И это как раз вещь, которая не внушает никакого оптимизма, особенно по Европе, если мы смотрим, что получается так, что пока реально вакцины нет, нету прям никакой такой возможности сказать, да, попросите помолиться, чтобы этот вирус ушел совсем, да. Нужна требуется вакцина. Опять же, с вакциной вопросы, потому что не совсем понятно, вакцина, как долго будет работать, вакцина, насколько она будет сильна. И опять же, третья стадия, это пока никто не прошел, только начинается, она только идет, то есть это еще займет какое-то время ее испытать, а потом займет какое-то время ее произвести. То есть в реалии, мне так представляется, что у нас в стране вакцинация раньше весны вряд ли начнется, а мы только пока к осени подходим. То есть минимум еще полгода нам надо будет яростно мыть руки и носить маски. И, естественно, исключены походы на концерты и на любые массовые мероприятия. Вот примерно так я вижу наши ближайшие 6 месяцев, если, конечно, я не ошибаюсь. Я бы очень-очень-очень хотел ошибаться, друзья мои, но пока, к сожалению, это выглядит именно так. В заключительной части программы, друзья, вот что я хотел бы вам рассказать. Поскольку в понедельник Юшихида Суга, видите, еще непривычно и приходится периодически подглядывать в первое, да, last name, да, фамилию-то известная как бы, а last name приходится, то есть от first name, да, имя приходится подсматривать. Юшихида Суга выиграл внутри лейбористской партии в Японии гонку. Он будет в эту среду завтра, он должен принять присягу как следующий премьер-министр Японии. И он вступает как бы в туфли Синза Абе, которые очень сложно ему носить. Потому как, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, естественно, а на взгляд огромное количество комментаторов, аналитиков, они не по размеру ему немного. Синза Абе был невероятно харизматичный политик. В смысле, когда он был премьер-министром, да, он был невероятно харизматичным премьер-министром. Я надеюсь, он еще проживет очень долго и выздоровеет от своих заболеваний. Он ушел в отставку, сославшись на заболевание кишечника. Мы не знаем, какое, это никто не раскрыл, но эта болезнь не позволяет ему больше оставаться премьер-министром. И он, конечно, своей харизмой умудрялся держать невероятный баланс. Очень сложный, особенно в условиях, де-факто, холодной войны между США и Китаем. Да, такой, по крайней мере, войны риторики и определенного торгового противостояния, которое пока тоже еще никуда не делось. Вот. Он за счет своих визитов в США и телефонных разговоров с президентом Трампом Синза Абе выработал невероятный уровень отношений с ним, дружеский. И также выстроил очень неплохо отношения с Си Цзиньпинем, главой Китайской Народной Республики. Опять же, через свои визиты в Китайскую Народную Республику, понимая, все это держал в голове, что Синза Абе, естественно, был патриотом Японии. Мало того, что он был патриотом Японии, он каждый год в необходимую дату посещал военный, милитаристский, самурайский храм, да, и каждое его посещение ежегодное, отдание чести павшим самураям и павшим японским офицерам, воинам, да, во воинах Японской империи во время Второй мировой войны и до этого, да, каждый раз его туда визит вызывал дикие, если помните, протесты и в Кореях в Абеях, и в Китае, естественно, с демонстрациями, с бросанием всяких гадостей и мусора в японское посольство. В общем, то, что объединяло Дальний Весь Восток, который пострадал от японской оккупации, можете представить, несмотря на это, отношения у него с Си Цзиньпинем были изумительные. Ну, сравнивая с чем, сегодня господин Усуги, то есть завтра, когда он придет к власти и станет премьер-министром, нужно будет как-то балансировать эту ситуацию, потому как США настаивает, как мы понимаем, чтобы и союзники США, как и США сами отказались от использования, например, от использования услуг компании Huawei, потому как компания Huawei, когда она делает 5G-нетворк, она получает доступ к информации, которую она может по запросу китайского правительства теоретически передавать. Причем информации личной большого количества людей и многих еще вопросов важных и то, что называется ключевыми для безопасности. И это, естественно, легитимное опасение, поэтому все союзники США в итоге отказываются. И Японии уже при Синзаабе тоже пришлось от этого отказаться, что, естественно, долбануло, отказаться в смысле от услуг компании Huawei, что, естественно, долбануло по большому количеству японских поставщиков компании Huawei. Есть те, кто, понимаете, в японском бизнесе, причем на самом верху этого бизнеса, мы говорим о компаниях с многомиллиардным оборотом, например, вот компания, которая занимается, которая строит эти, оперирует и строит эти скоростные железные дороги, да, Bullet Trains в Японии, например, да, CEO этой компании считает, что Япония должна стоять с Соединенными Штатами Америки и Китай второстепенен здесь. Есть другие компании в Японии, там Hitachi, например, огромные концерны, которые так не считают, потому как для военной, для определенной военной безопасности США стоят на первом месте для обеспечения военной безопасности Японии. А, например, для экономического роста Японии Китай сегодня, по оценкам многих аналитиков, считается наиболее важной страной, потому как очень активное взаимодействие экономическое между Японией и Китаем происходит и финансовое, и торговое. И поэтому Япония, естественно, не хочет, премьер-министр в данном случае, да, не хочет, чтобы Япония стала жертвой американо-китайского торгового и политического противостояния, потому что это может только-только начинающую из кризиса японскую экономику, в принципе, захлестнуть. Ну, как выходить из кризиса? Пандемия тоже, конечно, не помогла. Но, тем не менее, да, по крайней мере, многие вещи в Японии стали налаживаться в плане бизнеса, а тут, как бы, если дальше противостояние продолжится, то придется выбирать. И выбирать, как мы понимаем, политики всегда не хотят, потому как такой выбор, он, понимаете, это же не win-win. Нет вариантов того, что вы можете выбрать что-то так, чтобы всем было хорошо. Значит, в этом выборе придется, кто-то должен пострадать. И, естественно, что та часть бизнесов и та часть экономики, которая завязана на Китае, она, безусловно, пострадает. А в Японии, как страна с достаточно ограниченными ресурсами, как мы понимаем, и достаточно высокой плотностью населения, и требующая экономического постоянного роста, потому как нужно занимать это население, вот, у нее проблематика непростая, как, в принципе, в любой стране с развитой экономикой, учитывая, что производство давно уже, Япония уже давно стала страной с сервис-экономикой, сервис-ориентой экономикой. В общем и целом, проблематично эти отношения могут выстраиваться сейчас, и Йохиши Рисуга, новому премьер-министру Японии, этот момент балансирования между американским влиянием и китайским влиянием, да, это сложный момент. В этом конкретном моменте у Японии схожая с Германией судьба, которая тоже для своей, как бы, военной безопасности сегодня, да, и для политической все-таки каким-то, несмотря на все противоречия между Трампом и Меркель, да, все равно находится в американском лагере, а в экономическом развитии, в принципе, делает большую ставку на Китай. Это проблема сегодня, и пока, к сожалению, не выработан механизм, каким образом и волки, чтобы были сытые, и овцы целые, а это то, что для развития мировой экономики, в принципе, было бы неплохо. Это, может быть, наверное, это тоже та часть того всего, что господин Внучин и господин Кудлову нашему президенту пытаются рассказать, но есть определенные диктуемые избирательные кампании, определенные моменты. Вот. Будем надеяться, что настоящей торговой войны между США и Китаем все-таки не будет. Я все-таки остаюсь оптимистом здесь и предпочитаю сотрудничество, естественно, любому противостоянию. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра.